Очередная крупная неприятность вдруг нежданно-негаданно произошла с фильмом Аквамен 2. Честно говоря, мониторя новости по данному проекту, вообще уже начинаешь сомневаться в том, что он хоть когда-то выйдет. Что же касается ВБ, мы можем смело говорить о том, что представители компании просто находятся в настоящей панике, и это не громкие слова. Ведь на днях оказалось, что Затерянное Королевство вновь перенесли, причем ни много ни мало, сразу на 9 месяцев. Таким образом, выйдет фильм в самом конце 2023 года, через полтора года от своей первоначальной даты релиза. Разумеется, одна из главных причин тут это Эмбер Хюард, в этом нет никаких сомнений. Ну а ее бывший муж вдруг нежданно-негаданно дебютировал в образе космонавта, чем привел сторонников А.Х. и своих хейтеров в настоящее бешенство. Всем привет, с вами ЮТУ и мы начинаем. Ну что же, несчастный Аквамен 2. Этот фильм по первоначальным планам планировали выпустить в середине 2022 года. Причем тогда, когда об этом только лишь стало известно, многие говорили, что за дела через 3,5 года после выхода первой части, кто так делает. Но, как оказалось, тогда это был еще благоприятный прогноз, потому что после череды отсрочек несколько дней назад выяснилось, что вторая часть опять перенесена. Сообщается, что Аквамен 2 столкнулся с проблемами во время постпродакшена и ему требуется дополнительное время, чтобы закончить работу над фильмом. Поэтому релиз пришлось еще отложить и перенести с предыдущего выпуска в марте 2023 года аж на 25 декабря того же 2023. Что, конечно, просто невероятно с учетом того, что сам режиссер Джеймс Ван бодро отчитывался еще не так давно. Мол, все идет по графику, они там пыхтят в работе и скоро финиш. Но оказалось, что ничего подобного и вот теперь многих интересует лишь один вопрос, почему все так? Ответов на него, как водится, есть сразу несколько. Сами Warner Bros. что-то помимо дополнительного постпродакшена заплетает про финансовые трудности, из-за которых они не могут выпустить Затерянное Королевство. Но по факту, как мне кажется, вы свое мнение можете написать в комментариях под видео. Так вот, как мне лично кажется, попросту Аквамен 2 слишком важен для WB Discovery и на данное время компания, говоря простыми словами, боится его выпускать. Именно поэтому уже на Комик-коне в этом году все заметили, что Warner обошли второй Аквамен стороной, а вот теперь новый перенос лишь подтвердил такие догадки. В чем их основная суть? Ну, помимо, возможно, в самом деле существующих проблем, необходимости дополнительного времени и прочего, главный смысл в том, что если Аквамен 2 выпустить прямо сейчас, фильм точно 100% провалится. В этом нет никаких сомнений, причина тут вполне ясна. Ее зовут Эмбер Хёрд. Все-таки негатив в отношении данной актрисы столь велик, и так много людей не хотят видеть ее в роли меры, что данная волна сейчас со 100% вероятностью захлестнула бы второй Аквамен. Так что ему уж точно было бы не всплыть. А с учетом того, что на создание фильма было потрачено более 200 миллионов долларов и еще примерно столько же пойдет на его продвижение, чтобы отбиться и заработать, учитывая еще и процент кинотеатров, новинки нужно собрать как минимум 600-700 миллионов в прокате. Лучше, конечно, 800. Что, с одной стороны, вроде как реальная сумма, учитывая миллиардные сборы первой части, а с другой совершенно нереальная с учетом того информационного фона, что есть вокруг фильма, в первую очередь из-за участия в нем Хёрд. Так что даже оставляя спекуляции, которые тоже сейчас появились, мол, постпродакшен нужен, чтобы заменить меру в исполнении Эмбер на другую актрису, новый перенос связан именно с этим. Не будем сейчас вдаваться в такие рассуждения, но даже без них понятно, что Warner Bros. просто надеется, что к концу следующего, 2023 года, вся шумиха вокруг Эйдж рассосется, а люди наконец-то успокоятся. И вот тогда-то они спокойно выпустят свое затерянное королевство, не рискуя сотнями миллионов долларов. А нужно сказать, что ситуация у ВБ Discovery сейчас действительно сложная, финансовые отчеты компании не радуют, что отражается на падении ее акций. И как ни странно, данная ситуация может еще усугубиться из-за одной единственной актрисы по имени Эмбер Хёрд. Парадоксально, но факт. Ну а теперь напоследок еще немного о веселом. Джонни Депп недавно был замечен в новом для себя амплуа покорителя космоса. Актер появился в образе летящего астронавта, парящего над толпой на церемонии MTV Video Music Awards, прошедшее воскресенье. Что повеселило очень многих, но при этом вызвало настоящее горение среди поклонников Хёрд. Уж не знаю почему, но именно данный момент просто взбесил их и вывел из себя. Так что в твиттерах сейчас невероятный вой и призывы очередных бойкотов, тогда как Джонни уверенно возвращает себе утраченные позиции, с чем мы его и поздравляем. На этой позитивной ноте мы на сегодня закончим. Пишите, что вы думаете о происходящем в комментариях. Обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, кто еще до сих пор этого не сделал. А также не забудьте поставить палец вверх и поделиться этим видосом. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.